Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Маракасов, НИКОНОМИТРИ. Я, собственно, с момента прошлой конференции особо ничего не сделал, не подготовился, но что-то я скучно был сидеть и решил рассказать про что-нибудь. В общем, у нас очень много тегов в проекте. Они не всегда документированы и они размажены по разным местам. Да, у нас есть пресеты JOS, пресеты ID, пресеты отлача, вики, таг-инфо и так далее. И мы решили это в один-другасный момент, ну точнее не мы, я в данном году не участвовал, это был E-шкус и Илья тоже, в главной своей версии. В общем, потом это все соединилось и вот что-то получилось. у нас появилась некая база данных, тегов, которые могут использоваться в достаточно большом количестве, ну, многих применений. И кто не знает, я хотел бы вам ее показать. Вот, ну, прежде всего, это можно использовать, ее можно просто посмотреть, вообще узнать, что в офисе смартфе есть, поскольку эта штука показывает, ну, насколько наш проект действительно глубокий. Вот, здесь, как бы, есть все, в некотором смысле, оно, как бы, звали на одну кучу, хотя оно, ну, как бы, дерево оформлено, тем не менее, некоторые вещи стоит как-то более категоризировать. Ну, тем не менее, как бы, тут есть что-то смотреть. Вот, новая схема снабжения, то есть, это категория инфраструктура. Далее, культура, клубы, недавно появившиеся. Здесь все есть иконки, собственно, это используется сейчас, как бы, по сути, тремя способами. Во-первых, собственно, сам каталог, который просмотреть, урлом, видно. Во-вторых, это используется на петельнофру. Этот же, это же дерево, поя, можно открыть. Открыть вот здесь вот. И выбрать, что вам интересно, и все это будет показано. Вот, ну, тут, на самом деле, немножко нагляднее даже видны категории верхнего уровня. Вот, тут все, собственно, от инфраструктуры, включая магазины там различные, ну, в общем-то, и все. Вот, собственно, рекомендую всем посмотреть его, поскольку часто добавляются новые вещи, когда мне кто-то просит или я сам вспоминаю, что есть что-то новое. Вот, возможно, здесь есть объекты, которые вы не знали, либо объекты, которые, возможно, отмечали не совсем правильно. Есть набор тегов, которые характеризуют этот объект. Ну, да, здесь, собственно, есть главный тег, вот, например, хайлый рейсль, который тарифт определяет. И есть список дополнительных тегов, которые также показываются на местной опробу. Вот, вот, в окошечке, который открывается. Вот, ну, этот бранник, у меня особо-то свойств нету. Вот, а в целом, ну, у многих объектов есть свойства. В некоторых случаях, например, ну, вот, например, заправка. Собственно, можно узнать, какие теги на нее дополнительно можно повесить. Вот, ну, и третий, и третий рейсль, как она используется. Она может конвертиться в пресет редакторов. Я, правда, не знаю, сколько это активно, но подвижки были в конверте в пресеты для жестма. Вроде как, получалось неплохо. Вот, ну, а кому интересно будет, конечно, будет полезно, если вы удавайте что-нибудь, ну, то есть предложите, ну, или вы пришлете полурепестный GitHub, что еще лучше. Какие-то кое-которых здесь нету. Или что еще лучше, возможно, вы сможете улучшить, улучшить структуру всего этого. Потому что магазины, например, они идут у нас одним большим, ну, магазином, и вот, в ремонт мелкого производства, одна большая, да, списком. И, мне кажется, это как-то можно улучшить. Не знаю, по каким критериям. Вот. И, пользуясь случаем, тут шла речь о ЕСФ, и зашла речь о роутинге. Я не знаю, копично ли это. Но я хотел напомнить, что у меня есть небольшой проект, который, собственно, занимается железнодорожным роутингом. Вот, ну, как бы, если интересно, могу потом подробнее о нем рассказать. В общем, он до сих пор работает. Он берет список станций из ЕСФ, ищет станции 8, и пробует между соседними станциями проложить маршрут, чтобы убедиться, что, ну, допустим, пути не разорваны, и в обе стороны есть... Так, как все делается? Ну, то есть он реально строит маршрут по жидарному линию. В частности, можно, например, увидеть, когда перегоны получаются очень длинными, что... Или содержат, как бы, крутые повороты, что есть какие-то ошибки. Ну, вот здесь, например... Короче, не умеет в позиции. Вот, здесь, например, видно, что маршрут проходит таким вот вензагом. Мне до выглята это правда, скорее всего, здесь просто не на всяких-всях отмечена точка останова. Вот, ну, вообще, изначально проект делался для того, чтобы по информации, что что-то произошло на каком-то перегоне между международными станциями на годы километра, это можно было как-то наказать. Ну, до этого руки не дошли сделать, но такой результат получился. Ну, все, на все. Спасибо. 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 Beau Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо.